Губернатор Свердловской области Евгений Куйвышев посетил строительную площадку будущего района Солнечный на юге Екатеринбурга. Здесь будет возведено 2,5 миллиона квадратных метров жилья, а в перспективе откроется тематический парк развлечений DreamWorks и пройдет ЕКАД. Инженерная инфраструктура может появиться в новом районе уже в 2014 году. Несмотря на то, что первый камень Солнечного был заложен главой региона в начале сентября текущего года. Цель, почему мы прилагаем усилия для того, чтобы осваивать южную часть, это не только микрорайон Солнечный, это в целом наиболее оптимальная и наиболее дешевая своими территориями, дешевая с точки зрения затрат на инфраструктуру, для того, чтобы нам к 2020 году выйти на 1,5 миллиона квадратных метров жилья. Мы оценили все риски и все производственные расчеты и производительные расчеты во всех микрорайонах, во всех уголках города. И сегодня наиболее оптимальным считается развитие именно южной части. Здесь наиболее понятная инфраструктура, решены все вопросы с сетями. И это позволит нам только на этом участке, с той и с другой стороны дороги Новосибирской, ввести 15 миллионов квадратных метров жилья. Только жилья. И мы дальше развиваем, будем рассматриваем вопрос с компанией регионы, которая берется за строительство DreamWorks парка. С ежедневным посещением 30 тысяч человек. Как сообщили накануне Точка.ру, в департаменте информационной политики губернатора жилой район Солнечный расположится вдоль продолжения улицы 2 Новосибирской. Он займет 362 гектара, на которых будут построены многоквартирные 5- и 16-этажные дома. Предполагается, что здесь будут проживать порядка 85 тысяч человек. В Солнечном также появится парк и пешеходный бульвар, школа и детские сады, поликлиника, спортивный и торгово-развлекательный центр, детские спортивные площадки. Как вы уже видите, с последнего момента, 1 сентября, когда мы здесь встречались, прошло совсем немного. И в данное время на площадке уже под первый квартал, который будет общей площадью 47 тысяч квадратных метров, забивается свайное поле. На следующей неделе начнутся монолитные работы по возведению фундаментов. В общем, что могу сказать, что могу только поздравить жителей нашего города с непосредственным началом реализации проекта «Солнечный». И в декабре 2014 года этот квартал мы уже введем в эксплуатацию. Он также напомнил, что компания планирует привлечь к освоению территории еще трех застройщиков. Кроме нас выйдут на площадку еще три застройщика, будут строить еще три точно таких же квартала. В данное время мы ведем переговоры, претендентов у нас пять на данные кварталы. И мы в достаточно большой, продвинутой стадии переговоров. Я думаю, что до конца этого года контракты будут заключены, и в начале следующего года уже первые застройщики выйдут на свои кварталы. По мнению застройщиков, дополнительную привлекательность этому району придаст соседство с развлекательным парком «Дримворкс», строительство которого позволит создать здесь порядка 10 тысяч рабочих мест. Переговоры с инвесторами строительства тематического парка развлечений губернатор провел также в сентябре. Здание площадью 100 тысяч квадратных метров высотой порядка 30 метров объединит несколько тематических зон, посвященных брендам анимационной студии. Шреку, героям Мадагаскара, мультфильмам «Как приручить дракона», «Турбо», «Кунг-фу-панда». Под крышей тематического парка можно будет посетить летающий театр, американские горки и гигантский пинбол. Кроме того, здесь появится зона тематической торговли, 20 кинозалов, парк динозавров и отель. Для нас расположение такого объекта рядом с нами, это только увеличивает привлекательность нашего района. Здесь будет 10 тысяч новых рабочих мест в этом парке. Это говорит о том, что и жители нашего района смогут работать там. Поэтому мы только рады и всячески сотрудничаем и помогаем компаниями в регионе. А вот что отметил в Рио министр строительства и развития инфраструктуры региона Виктор Киселёв. По его словам, развитие южного планировочного луча города – один из самых интересных в области проектов комплексной застройки. Значит, ну, вообще этот проект – один из тех, которые мы на сегодняшний день видим. Это не проект, вы понимаете, как бы на сегодняшний день у нас в Свердловской области появилось много прощадок комплексной застройки. Но это один из самых интересных. Почему? Потому что здесь не только появляется жилой микрорайон на 2,5 миллиона квадратных метров, но здесь и появляется еще и площадка для работы, довольно-таки большая. Сейчас только что озвучу на 10 тысяч рабочих мест. Но за этим районом у нас дальше встает площадка коттеджного домостроения. Это Экодолия, вы уже знаете. Здесь вообще довольно-таки интересно будет развиваться вся эта площадка. Вот все 5 тысяч гектар, которые здесь есть, они будут очень интересно развиваться. Значит, по сетям, мы сейчас провели картосовещание, значит, губернатор заслушал в том числе и сетевиков. Значит, вопросы по сетям здесь на сегодняшний день уже решены. В инвестпрограмму 2014 года сети у всех включены. То есть в 2014 году здесь подойдет вода, здесь будет решен вопрос с экономизацией, здесь будет решен вопрос с электроэнергии, с газом. То есть вот те проблемы, которые необходимо решить сетями, они здесь будут решены. Столь масштабные планы строительства жилья, коммерческих и социальных объектов требуют и серьезных инвестиций в развитие дорожной сети. Уже сегодня на площадке ведется строительство продолжения улицы 2-й Новосибирской. А застройщик Солнечного приступил к созданию внутриквартальной сети дорог. Важнейшим дорожным проектом станет строительство Южного полукольца Екатеринбуржской объездной автомобильной дороги. Строительство Еката общей протяженностью порядка 94,5 километров стартовало в 1994 году. Более половины дороги Северное полукольцо длиной почти 60 километров введено в эксплуатацию к 2011 году. Особое значение завершения строительства дороги приобретают в преддверии Игр чемпионата мира 2018 года и возможному проведению в Екатеринбурге Всемирной универсальной выставки Экспо-2020.